Подобные выездные приемы представники профсоюза проводят каждый месяц, как означают специалисты, пытания за все-таки практически однольковые, независимо от района и сферы, которую представляет работник. Выключение не было и на этот раз. Например, один из из воротов уключил пытание, что делать, если наимальник не своечасово выплачивая заработную плату. Была оказана помощь в том, что было рекомендовано обратиться в профсоюз, в объединенную организацию районную, где будет оказана ему помощь в написании письма нанимателю о причинах задержки выплаты заработной платы. Ветковский спецлезгаз, на базе якого проходил прием, одно из основных предприемств района. Зараз тут працует больше за 200 человек. Предприемство активно развивается, освоивая сучастные технологии, укороняя в вытворчий процесс новую технику. Зусим недавно набыли одну из опошних моделей у Харвестера. Это позволило повеличить объем вытворчести и при этом минимизовать риску вытворчего травматизма. Однако механизация працы привела до необходности и оптимизации колькости работников. 9 человек оказались под погрозой звольнения. Мы пошли по другому пути. Не сокращать, а наоборот увеличить объемы производства. То есть нарастить объемы переработки, древесины и реализации. И они пошли сегодня у нас с бензопилами, продолжили работу. Мы им обеспечили объемы. Кировничество Ветховского спецлезгаза смогло не только не допустить скорочение колькости работников, а лей створить еще некольких працонных местцев. За опошний год на предприемство працало от Каваны 15 человек, что стало махчимым, дякуючи повеличению объемов вытворчести и по ширению рынков сбыту продукции. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».